привет всем привет всем с вами лига music wars сегодня у нас разбор доната что такое донат в играх к чему он приводит с чем его едят что грозит игровому процессу если не организовать правильный уровень доната как раз в этом видео мы и посмотрим плюс во второй части видео во второй на середине я метку оставлю обязательно рассмотрим немножко уравновешивающих механик для игры против донатов и будет ли она введена соответственно будем смотреть по вашим комментариям давайте поехали ну и первой части видео давайте донаты с чем же их едят и что это такое донат ребят это добровольно пожертвование денег к чему-либо вообще считается то есть это официанту на чай как у нас а где-то вы оставляете добровольное пожертвование стримером то есть вы просто так кидаете деньги и и здесь та же самая система потому что игры делятся на два вида ребят это free to play соответственно это игры для бесплатной игры и pay to play это игры которые ты платишь и играешь хоть но хотя в одной и второй есть и там и там есть механики так вот ситуация в чем состоит в том что некоторые игры во free to play очень сильно ударяются в раскачку персонажей за реальные деньги то есть нагиб за деньги это никогда не приводило никаким хорошим результатом это было уже известно по таким играм как варфейс где ты в донатил игры все и у тебя самая крутая пушка допустим тоже линейка где ты мог выкупить хорошие предметы на самом бесплатном уровне ходить всех нагибать даже тот же бойцовский клуб ребята в свое время бы к был браузерной игрушкой где можно было купить дорогущие доспехи там за 30 тысяч долларов и вообще все было фиолетово на всех было фиолетово и к чему же привели какие игры падению онлайна это было первое и второе в отличие как бы к это почти с закрытию проекта можно сказать что и ведет у нас сейчас большая скажем так пропасть между донатными игроками и простыми игроками то есть приводит тому что простые игроки перестают качаться или перестают получать удовольствие от игры слава богу вели башню смерти но некоторым она к сожалению не зашла потому что игрушка своеобразная конечно эта игра в игре все-таки какая бы ни была ее надо разнообразить ребят молодцы разработчики старайтесь дальше разрабатываете хотя бы какая-то часть игроков может быть и останется благодаря этому но у нас же чистые ребята нагиб за деньги в игре как вы понимаете что он приведет к одному что в игре в игре не останется игроков то есть а мне нравится кстати игроки которые пишут ну надо 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 наверно иногда хотя бы донатить или нет будем знать free done free to play полный free to play нет донату это тоже над этим очень сильно смеюсь всегда в игра которая реально требует влаживание денег никогда не будет free допустим у нас ситуация простейший ребят вы не покупаете сами призы допустим представьте что чтобы получить первую клетку вот просто на первую клетку вам надо купить ее за 350 звезд 350 звезд чтобы клетку купить 2 уровня вам надо потратить еще 700 звезд чтобы купить клетку 3 уровня надо потратить тысячу звезд но когда в эти 1000 тратите вы точно знаете что вы клетку третью получите правильно вот типа такого у нас же нет ребят у нас вы получаете шанс вы можете за тысячу этих звезд никогда не вытащить третью клетку просто не вытащить так же как и с этим боксером который сейчас у нас ноги я горит открыл 500 подарков у меня нет детали ребята вы покупаете не подарок вы покупаете шанс шанс это и есть лутбоксы ребята они запрещены в европе вы представьте их в европе запретили потому что и считают казино а здесь они пожалуйста в легальном контексте представьте здесь ты вкидываешь реальные деньги и потом за рубины давай 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 коробки покупать а в коробках вот так это как раз из-за взряда того что почему сейчас донаты сильно очень жалуются ребят им шанс выкрутили вообще вот такой стал шанс выпадения предметов потому что игроков нету а содержать эту всю прорву надо а как по-другому что если не вкидывать туда деньги сейчас донаты меня конечно поддержит потому что ребят очень сложно стало играть простые игроки меня тоже поддержат потому что если хотя бы раньше им что-то выпадало сейчас они вообще ничего не имеют это прям на большую удачу так что тут надо смотреть к чему приводит ребята донат то есть хотел бы услышать как раз и в ваших комментариях то есть получается приведет ли донат к закрытию проекта и жесткой жуткому дисбалансу на уровнях вообще во всем music варсе либо же будет проект еще существовать в таком виде ну и не знаю будете его утерпеть не будете как раз вот ваше мнение ну а дальше давайте по разбираем более-менее механики для уравновешивания такой системы а сейчас давайте рассмотрим ребята механики игры механики игры те которые позволяют простым игрокам чувствуют себя на поле боя более менее адекватно не чувствуют себя такие сильные униженными как это всегда происходит эти механики игры в свое время были введены в браузерных игрушках это немного уравновесила как раз получается уровень между вот этой пропастью которая существует между донатами и простыми игроками вы же знаете что если раньше характеристики можно было спокойно чувствует на десятом уровне себя и там с десятью тысячами то сейчас ребята характеристики куда у донатов на десятом уровне равняется пятидесяти тысячам то есть вы там совершенно ничего сделать не можете так вот давайте не будем долгий ящик откладывать и давайте порассматриваем новые навыки от мастеров для простых игроков первый навык это берсерк или слепая ярость слепая ярость активируется он тогда когда ваши базовые характеристики слабее чем характеристики противника то есть который против вас можно использовать и либо составных характеристик либо с базовых но я слуш советую лучше с базовым что он дает на первом уровне дает ребята то есть получается 20 процентный шанс и соответственно стопроцентный шанс крита дополнительного крита в бою на втором уровне дается 20 процентный шанс и 200 процентный крит ребята на третьем уровне 30 процентный шанс и 200 процентный крит это даст возможность простым игрокам бить не только с простым ребята критом но и бить с дополнительным то есть у них два навыка крита получается один как бы основной и дополнительный за счет того что ты слабее противника как бы тебе страшно и ты начинаешь драться потому что ты боишься умереть второй навык ребята второй навык называется глухая оборона глухая оборона или получается обратный урон это навык активного щита он срабатывает рэндом на активируется он также если противник сильнее вас по базовым характеристикам то получается но он начинает активироваться и активируется рэндом на вместо атаки то есть вместо того чтобы атаковать противника ваш персонаж уходит глухую оборону и ждет то есть соответственно когда его начнет атаковать противник в то время пока он находится в глухой обороне весь урон поступающий к нему возвращается обратно к тому человеку который ударил то есть соответственно если будет бить пять питомцев этого человека то соответственно все пять питомцев себя ударят и также персонаж то есть главное если тебя ударит он также тоже ударит себя причем этот навык будет срабатывать также рэндом на ребята зависит от но ситуации соответственно это введет еще одну дополнительную механику в игру но однако эти два простых навыка могут дать очень хорошее преимущество к простым игрокам и к пред донатом которые хотят занимать первые места однако донатом они не играют никакой роли потому что они будут откинуть назад и соответственно вы будете терять свои очки однако простым игрокам более-менее должно понравиться так что посмотрю в рассмотрите или не рассмотрите плюс ребята можно еще допустим вывели сейчас такую вещь как неуязвимость и абсолютный щит это две разные их вещи но однако это не мешало соответственно многим людям выкачать и первую и вторую советую эту вещь сделать как абсолютная броня допустим получается или взять ее абсолютный щит независимо от того как вы его назовете но однако дать ее возможность разыгрывать среди фанаток пусть этот навык такой же как саботаж как поддерживание от черлидиша пусть этот же навык соответственно с каким-нибудь шансом там 10 процентов 15 процентов там 20 процентов не знаю зависит все от того как будет разработчики пусть он дает через фанатку и также дает допустим на один или два хода неуязвимость полную к ударам противника это тоже немного уравновесит саму механику потому что щит могут получить любые персонажи независимо от того является он донатным или нет и здесь же получится вы получите контент free-to-play то есть и play to play можно сказать в одной точке но однако это немного расслабит обстановку и снизит яму тут надо смотреть смотрите ребята жду ваши комментарии по поводу новых двух навыков это берсерка и соответственно в глухой обороны то есть либо тот либо тот очень бы хотелось узнать ведет лишь что к чему ведет но я считаю если это было сделано в других играх то почему здесь не сделать это хотя бы как-то разнообразит уже сложившуюся игру ладно ребят спасибо всем кто смотрел давайте донатить или не донатить я не буду вам предлагать но вот навыки ребят уравновешивания надо ввести игры потому что ну потому что надо очень уже страшно становится выходить на свои уровни когда ты знаешь что там персонажи по 50 тысяч ладно давай всем счастливо всем счастлива вот Субтитры создавал DimaTorzok